Инвестиции в регионы. В Беларуси успешно работает программа «Один район, один проект». Масштабная инициатива реализуется по поручению главы государства. В перечне программы 208 инвестиционных проектов с учетом специализации районов и их потенциала. В этом году реализуется 180 инвестпроектов с созданием свыше 9 тысяч рабочих мест. В Пресской области 24 проекта. О том, что уже реализовано и что еще на стадии воплощения в жизнь, далее в сюжете. Новое экспортное и импортозамещающее производство на Ляховичском льнозаводе работает почти полгода. За это время здесь уже произвели 180 тонн катонизированного льноволокна, которые полностью реализованы на внутреннем рынке страны. Инвестиционный проект стоимостью более 1 миллиона 700 тысяч рублей включил в себя приобретение и установку линии катонизации льноволокна и системы вентиляции. Созданы 24 рабочих места. Катонизация позволяет вырабатывать из короткого волокна высококачественную пряжу, имеющую повышенный спрос как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Стоит сказать, катонин широко используется в оборонной промышленности, медицине для приготовления ваты, в автосборочном производстве и ряде других направлений хозяйственной деятельности. Экономический эффект виден уже на сегодняшний день. Окупаемость линии, согласно бизнес-плану, составляет 7 лет. На сегодняшний день видно, что эта линия купится гораздо быстрее. За прошлый месяц мы произвели 50 тонн катонизированного волокна, что составило третью часть выручки нашего предприятия. Ощутили эффективность нового производства и работники льнозавода. На данный момент у нас считается, как самый хороший завод в городе, самая высокая заработная оплата. Линии исправны, работают новые, заработок хороший, работать можно. А что еще нужно хорошему человеку для хорошей жизни? А в Ганцевичах по программе «Один район, один проект» строится завод по производству лекарственных средств из плазмы крови, не имеющий аналогов на территории СНГ и Восточной Европы. Возводить его начали в прошлом году на территории станции переливания крови, филиала РНПЦ, трансфузиологии и медицинских биотехнологий. Лекарственные средства на основе плазмы крови применяются для пациентов с нарушением иммунного состояния, при печеночной недостаточности и для кровозамещения. С развитием медицины и увеличением количества высокотехнологичных операций потребность в таких препаратах значительно выросла как в Беларуси, так и за ее пределами. На сегодняшний день один препарат мы производим, но производим по технологии, которая была много-много десятилетий назад, отработана. Сейчас мы полностью автоматизируем и переходим на несколько новые качественную технологию производства. У нас будет больше препарата получаться, более качественный препарат. Второе, мы импортозамещаем на сегодня на 20 миллионов долларов, мы закупаем иммуноглобулин внутривенно и на сегодня мы будем этот препарат производить здесь и обеспечивать здесь всю страну. Ежегодно на предприятии в Ганцевичах планируют производить препараты на сумму около 8 миллионов долларов. Около 20% от всего объема будет уходить на экспорт. Кроме глубины переработки, новый завод позволит увеличить объем перерабатываемой плазмы крови – порядка 50 тонн в год. Предприятие не только закроет потребность страны в жизненно важных препаратах, но и даст новый импульс к социально-экономическому развитию Ганцевичского района. Более 20 рабочих мест будет создано дополнительно на этом предприятии и в том числе приток высококвалифицированных кадров, что повлечет за собой, конечно же, развитие в целом нашего региона. Мы со своей стороны прилагаем максимум усилий по содействию в реализации данного проекта, в том числе и обеспечение жильем, берем на себя обязательства молодым специалистам. На пути к воплощению своего главного инвест-проекта стоимостью 40 миллионов рублей и Лунинецкий молочный завод. В следующем году здесь планируют строительство цеха по инновационному производству сухих молочных продуктов. На данный день на предприятие поступает 290 тонн сырья. Максимальная загрузка производственной мощности нашего предприятия составляет 300 тонн сырья в сутки. За 8 месяцев 2024 года к аналогичному периоду 2023 года темп роста сырья составил 107,1%. Поэтому необходимость в расширении есть и в загрузке мощностей в том числе. На новом участке будет освоен выпуск констрата молочного белка, продукта с новой добавленной стоимостью. Для нас это новый вид продукции. Такого в Беларуси продукта еще не выпускают. Сейчас все белорусские пищевики завязаны на импортном концентрате. Реализация Лунинецким заводом нового проекта закроет потребность в заграничном компоненте не только у отечественных производителей молочки, но и у российских партнеров. Перспектива в этом направлении развития есть, поскольку на данный момент основной наш покупатель – это Российская Федерация. Там своих объемов данной продукции и концентрата, и примята не хватает. Мы понимаем, что сфера и область использования данных продуктов очень широкая. Процесс будет разбит на два этапа. Выход на полную проектную мощность запланирован на 2028 год. Надо сказать, что всего в Брестской области в этом году реализуется 24 проекта программы «Один район, один проект», 18 импортозамещающих и 4 интеграционных проекта.